Да, сейчас мы поговорим о том, значит, свет пришел с Солнца на Землю, и он попал на объект. Что происходит вот здесь вот на объекте? Как он так отражается и попадает нам в глаз? Как объект окрашивается в свой цвет? Почему одни объекты синие, другие красные, четвертый черный, пятый белый? Короткий ответ такой. Свет, который приходит к нам от Солнца, он белый свет, то есть микс всех цветов. Представьте, что это не желтый, а это белый. Да, просто белый на белом не рисуется. Белый свет приходит от Солнца, это микс всех цветов. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Ну и так далее, да, целая радуга. Он падает на объект, и объект часть этих цветов поглощает, а часть отражает. И отраженные цвета, часть длин волн он отражает, часть длин волн поглощает. И отраженные длинные волн приходят к нам в глаз и превращаются в цвета. Например, если объект отразил все длины волн, то мы будем видеть объект как белый. Если объект поглотил все длины волн, то мы будем видеть объект как черный. Ну и если он отразил или поглотил некоторые, то мы будем видеть соответствующие длины волн. Например, если он отражает синий, мы будем видеть объект синим, но желтый желтым и так далее. Более глубоко, если на это посмотреть, как именно объект отражает или поглощает вещи, нужно тогда подумать, что он находится на поверхности объекта. Поверхность объекта, ну, она покрыта чем-то. И это что-то состоит из атомов. Самая главная идея в атоме — это то, что там есть ядро и электроны вокруг этого ядра. И они не стоят на месте, а чуть-чуть двигаются. И вот у этих электронов, которые находятся вокруг ядра, есть разные частоты, которые натуральны им, на которых им нравится двигаться, вибрировать. И когда на атом падает свет такой, который совпадает с той частотой, на которой электронам нравится вибрировать, то этот свет поглотится, и атом начнет вибрироваться по-новому и передаст эту вибрацию другим атомам, и уже никогда не выпустит из себя этот свет, а только превратит энергию фотона в тепловую энергию. Так происходит поглощение света, как происходит отражение света. Значит, у нас есть тот же самый атом, но фотон, который прилетает к нему, имеет частоту длины волны, которая не подходит к вибрации электронов внутри атома. И поэтому атом тоже начнет вибрировать, ненадолго поглотит как бы этот фотон, начнет вибрировать, но не так сильно и не так же правильно. И поэтому через какое-то время он как бы выплюнет этот фотон назад и вернется в свое начальное состояние. И таким образом происходит отражение света. Теперь, если совместить эти две картинки, получается, к нам приходит свет, белый свет, который состоит из синего, зеленого и красного. И у нас есть какой-то атом. Значит, он начнет вибрировать с разным способом, но только способ, с которым синий он поглощал, будет долговечным. Синий свет он поглотит, а вот зеленый и красный отразит наружу, потому что это были частоты, которые для него неподходящие. И к нам прилетят уже зеленый и красный, вместе создадут какой-то микс, новый цвет, который больше не будет белым, который мы будем видеть. Так происходит частичное отражение. Ну и, наконец, такая небольшая идея, что когда у вас атомы все пропускают свет не наружу, а как бы один атом начинает вибрировать, потом передает эту вибрацию другому атому, третьему атому и так далее, и потом выплевывает фотон. Такой процесс называется, объект называется прозрачный, то есть фотон как бы прошел через все атомы и вышел наружу. Тогда мы будем называть такой объект прозрачным. То есть, в принципе, фотон не проходит насквозь. Фотон постоянно абсорбируется и выплевывается назад, поглощается и опять выбрасывается. Но мы представляем это как будто бы свет проходит через объект, или свет отражается от объекта. Но реально происходит все время или поглощение, или выкидывание фотона. Не помню научное слово, но кажется, выкидывание, пускай будет. Вот так.